Итак, это рубрика «Откровение Михайловича». Сегодня субботнепогожий день. Сон светит, птички пляшут. Вон, передано учебное заведение. Субботник. Черт, я вот смотрю сейчас на этих учеников, да? И я вспоминаю себя в их возрасте, когда я прогуливал настоятельно и первомай, и субботники в преддверии первомая. И главное, знаете, почему я прогуливал? Не потому, что я такой, знаете, раздолбай. Нет, у меня была четкая диалогическая обособленность. Извините меня. Как там писали в Карле Марксе «Капитал»? Капитализм – это эксплуатация человеческого труда. Правильно? Абсолютно верно. Соответственно, как школы эксплуатируют своих учеников? Правильно. Путем субботников. Вы извините меня. Деньги от государства получаете? Школы получаете. У родителей, учеников деньги отжимаете? Отжимаете. А куда деньги-то уходят? Зачем нам студенчики-субботники, с одной стороны, когда можно эти бабки выделить, опрямочить средства и уже более профессиональные клининговые компании нанять? И вам все уберут. И да, это капитализм, это рынок. Тем самым вы спонсируете малое предпринимательство. Малое предпринимательство развивается. Они платят налоги в бюджет. Деньги получает государство. Все счастливы, все довольны. И они также расширяются. Эти малые клининговые компании. Извините меня, но это рынок. Нет, зачем нам это? Зачем нам развитие государства? Зачем нам развитие бизнеса? Зачем нам повышение налогооблагаемой базы? Лучше на студентах сэкономим, а денежки дальше? Ой, карманчик-то глубокий. Иван Иванович, положи купюру. О как! Неожиданно. Никогда такого не было и вот опять. Не так ли? В общем, это ужас. Знаете, в этом видеоролике я бы хотел с вами поговорить про такую интересную тему. Вопрос очень интересный. Задали буквально на днях подписчики, читатели, наши уважаемые. Михалыч, а как тебе изменил трейдинг за 10 лет? Как он повлиял на твои черты характера? Знаете, повлиял кардинально. Почему? Потому что когда я еще был маленький, я был очень вспыльчивый. Я был очень резкий. Когда я был школьником, я был вспыльчивый. Я был резкий. У нас преобладало в классе насилие. Это очень сильно было развито. Потом нас, помнится, в классе в 10-м отправили войсковые части на военные сборы, так называемые. Там тоже было весело. Потом, как говорится, другое веселье пошло. 5-е, 10-е, 20-е. Вроде как по жизни, да, когда ты сталкиваешь чередой проблем, вроде как ты должен становиться более таким умеренно эмоциональным. То есть, врубать холодную голову, как-то решать эти проблемы по мере их поступлений. Но, к сожалению, не у всех такая картина жизни преобладает в качестве черты характера. И, соответственно, трейдинг в трейдинг некоторые черты характера у меня видоизменил, дополнил, структурировал. Чуткость у меня теперь на гиперповышенном уровне. Я признаюсь честно, господа. Я реально признаюсь вам. Дальше, когда я ложусь спать, о чем я думаю? Правильно. О цифрах. Что за цифры? Почем там нефть? Почем там газ? А золото почем? Газпром по какой цене закрылся? Метро закрывается в 5.30? А почем метро закрылось? Вот такие мысли у меня. Когда я сплю, мне снится акция ВТБ. Знаете, такая ситуация у меня была очень интересная. Давным-давно еще с товарищем в году, наверное, 20-м катался в Ниженовгород на Сапсане, из Москвы. И когда вот мы уже назад ехали из Ниженовгорода на Сапсане, там был маршрут с Ниженовгорода в Санкт-Петербург. Вот. Я что-то закимарил. Ну, а как не закимарил-то? Е-мое. 5 утра. 5 утра. Проспали на вокзале. Ну, как такое может быть, да? Не было отеля. Нигде не было гостиниц. Везде повышибали. Ненормально, неадекватно. Сфера услуг вообще никак не развивается в этом регионе. Очень странно. Мне это напрягло. Ну, ладно. Выход был. На вокзал. В итоге на вокзальчике посидели. На вокзальчике, как говорится, почилили. Отдохнули. Вот. Опа! 4,50. Диктор объявляет. Скоростной поезд Ниженовгород-Санкт-Петербург прибывает на четвертый путь. Мы такие сразу выходим. Места занимаем. У нас там четвертый вагон. В середине вагона наши места. Вот. Ну, вроде как поезд прибыл на перрон. Все сели. Потом 15 минут нам какая-то музыка там в уши жужжала. Какая-то гачи-мучи неадекватная. Вот. И поезд отправился. Через 15 минут что-то я чую. Что-то как-то я спать хочу. Я на время смотрю еще до Москвы там часа два ехать. Ну, нафиг. Посплю-ка я немножко. В итоге. Как картина выглядела со стороны. Я уснул. Я уснул. Но в момент сна я начал говорить с самим собой. У меня такое бывает иногда. Но не как например говорят с собой какие-нибудь буйные алкоголики или там какие-нибудь наркоманы или какие-нибудь шизофреники. Нет. Я просто начал озвучивать слух акций ВТБ. Стоимость по которой я держу лонг. Стоимость по которой я буду продавать. И что я буду делать когда нападут на мою цену по которой я захочу продать. Буду двигаться стопой по мере роста. И когда чувак слышал он охеревал. А то что я говорил во сне. Вот так господа трендинг уже присосался к моему характеру. Даже во сне я вижу цифры. Даже вон сегодня я грубо говоря спал ночью. И извините меня вроде как нужно думать о жизни нужно думать о вечном о великом быть филантропом плейбольным просто славным парнем но нет думаешь о трейдинге думаешь о циферках вот я например нахожусь сейчас в ланге по природному газу вчера природный газ выстрелил на 8% и я уже ночь сегодня мне уже скажем так мысли приходит блин ну придет на 2.50 цена буду ли я продавать его там понимаешь как уже подсознание играет со мной в эту злую шутку и оно говорит что нет не будешь не будешь ставишь стопы двигаешь по мере роста подходит тебе такая идея ну вроде подходит а если продам а недозаработаешь а ну да ну тут вы правы тут вы правы тут вы реально правы в итоге я сегодня полночи думал о природном газе вот такое господ тоже бывает такое тоже господа бывает это та часть жизни которая называется мышление трейдера будни трейдера та часть жизни которая уже для меня норма и знаете вот если вы будете трейдингом заниматься в дальнейшем а среди вас очень много новичков на рынке среди вас очень много любителей математики теории вероятности статистики любителей инвестиций но если вы будете заниматься трейдингом вплотную у вас на четвертый год жизни и работы в рынке подобные черты характера будут проявляться у меня начали проявляться на третий год уже на третий год когда башка забивалась тупо цифрами а теперь все теперь кроме цифр я как лошадь на ипподроме по бокам ничего не видит только вперед только вперед но не по бокам вот у меня то же самое только вперед не по бокам а впереди что у меня циферки графики потенциальные прибыли потенциальные убытки ну и естественно сигарила в правой руке куда ж не без нее так что господа это уже норма в другой момент я бы назвал знаете такой легкой наверное проблемой давайте скажу честно знаете скажу честно раньше конечно меня немного давило общество знаете проблема любого общества российского евразийского там не знаю китайского американского европейского да любого на этой богом забытой планете проблема общества в чем они навязывают нам свои устои нам 70 лет пытались впарить чушь о том что социализм это переходный этап коммунизму типа лучшие идеологии лучше быть не может а по факту был за теми государственный капитализм сейчас нам впаривают центризм да во всем мире причем не в россии во всем мире потом он будет впаривать другие идеи и в чем прикол кто эти идеи впаривает те кто выше правильно правильно кто эти идеи подцепляет те кого проплачивают это глашатайи то есть публичные лица и потом уже неокрепшие умы эти мысли перехватывают но чьи умы окрепшие они понимают что вы нам впариваете какую-то дичь товарищи потому что вот те люди которые еще в первые годы советской власти пытались Маяковскому внушить что Володя ты кретин Маяковский говорил слава советской власти наконец царя свергли это он стихи еще про него писал но потом наступает 30-й год Владимир Маяковский как-то вот покинул грешную землю как говорится эвакуировался отсюда как такое могло быть никто не знает но подозрение есть помогли ему эвакуироваться кто помог скорее всего НКВД потому что Владимир Маяковский он в те годы начал высказывать недовольство по отношению к советскому режиму к советской власти и соответственно это недовольство доходило до верхушки партии верхушка партии передавала уже непосредственно в политбюро высшем эшелону власти а там уже до Сталин дело доходило ну как вы считаете вот такой рыночный глашатай как Владимир Маяковский лидер масс лидер общественного мнения который продавал идею коммунизма там в 17-18-19-ом году и потом начал дискриминировать идею коммунизма там в 27-28-30-й год как вы считаете за дискриминацию идеи что последует правильно эвакуация с планеты в ментальный мир там где бегают радужные пони и они гадят не чем-то там коричневым а радугой скитлсом и эмандемсом извиняюсь сигарета потухла вот такая право жизнь господа и соответственно в свое время тоже многие идеи пытались внушить внедрить знаете даже вот имея такой вспыльчивый характер вот в те годы да и я сейчас в принципе скажу вам что я далеко тоже не такой далеко неспокойный я тут себя умею посадить я себе цену хорошо знаю но в те годы да такой мой неокрепший ум еще не обременен жизнью тоже ввелся на подобные идеи помните когда я вам публично рассказывал что я пытался в коммунистическую партию вступить и татуировки себе набить серп и молот на приплечье герп СССР на правом предплечье на локтевом суставе союз нерушимый республик свободных слова набить короче я был просто тотальным марксистом ленистом это был ужас и только спустя годы я понимаю что это была не моя воля почему я это хотел это была воля навязанной страны мне пытались просто спрятать идею социализма идею коммунизма и о чем это мне говорит правильно если я сейчас стал отчасти асоциальным человеком и я и в публично не боюсь многие темы озвучивать и лично потом примеры приведу вам в этом видео и где-либо как еще то тогда я это боялся делать ну остерегался а теперь нет теперь не страшно почему потому что пришло понимание определенное и как это понимание пришло путем трейдинга путем рынка потому что рынок раскрепощает например ты заработал в одной сделке твой внутренний бабулен радуется ты продул в какой-либо другой сделке твой внутренний бабулен злиться и вот такая волна вот шквала эмоциональная то есть позитивная шквала негативная шквала она раскачивает психику в прямом смысле этого слова и раскачивая психику вы уже становитесь на определенную дорожку либо социального человека который будет остерегаться либо вещи говорить либо социального вот банальный пример могу привести я отвозил вещи на дачу позавчера это было ну где-то вечером как раз уже после всех этих моих личных так сказать процедур о чем я писал публично там медицинский день как говорится был вот нам нужно было пройти естественно обследоваться вопрос некоторые как говорится порешать потом еще раз придется их порешать ну и прочих в том духе но потом вечером уже надо было отвезти вещи вот и в чем прикол есть мусорный контейнер большой вот прямо от меня от моего подъезда у мусорного контейнера стоят две машины киа селтос и бмв слева проезжает мусорка мадам на киа пытается выехать мне показывают что мол эй ты посмотри там мусорка едет я смотрю я показываю пальчик я пальчик ага спасибо я увидел благодарю вас за акцентирование моего внимания я встал я стою я никуда больше не еду то есть я поставил на паркинг на ручничок стою уже не шевелюсь в итоге потом эта мадам едет на меня я поехать назад не могу почему потому что на то старое парковочное место уже в другая машина встала в итоге она едет на меня потом сзади подступает бмв дичь мусорка подъезжает мусорка паркуется загружает контейнер это баба показывает мне уже свое запястье и показывал время тикает мне надо ехать мне ехать надо я ей показываю свое запястье мадам мне тоже надо ехать мне тоже надо ехать мне надо уезжать мадам я не могу долго ждать блин пока вы тут ступите в итоге начинается срач это мадам показывает уже два запястья да двое часов своих окей хорошо я показываю трое часов своих окей не вопрос это мадам сейчас уже с катушкой слетать я начинаю пригорать у меня начинается рвение задницы я дверцу открываю свою начинаю кричать чтобы она меня услышала не потому что я бомбил а чтобы она меня слышала у меня голос очень звонкий очень громкий меня и в Китае если надо услышать соответственно мадам меня не услышала я говорю назад сдайте мадам назад сдайте вон там у вас находится щель вы сейчас на бордючек въедете на бордючек встанете я быстренько проеду и вы БМВ пропустите и мы так разъедемся потому что я сейчас если назад поеду я в ДТП вклинюсь потому что мое старое парковочное место уже заняли все она не понимает о как хорошо в итоге я понимаю что он тупит у меня дверь херрак открываю херрак быстро хлопаю херрак пошел к ней она херела я в ее глазах увидел страх я не хотел пугать ни в коем случае просто так получилось стечение обстоятельств я ей доказываю то же самое на пальцах я говорю мадам вот туда встаньте туда едьте туда надо ехать не ко мне я не поеду назад все там сейчас аварии будет крах апперкот конец света я потом Европолис буду начислять оформлять тем ящером который на парковочное место встал вот в итоге мадам начинает сдавать назад а сзади БМВ стоит и там мужик тоже я ему то же самое говорю сдайте назад назад сдайте он говорит типа ну так ты на бордюр въедь и мы разъедемся я говорю как я въеду на бордюр когда у нас ширина машин 3 метра место на дороге 2,5 метра даже мы когда сейчас с вами стоим мы уже разъехаться не сможем никак невозможно а как в такой ситуации не получится мы уже когда ехали да пропустить друг друга не могли ширина не позволяла в итоге сошлись на чем на моей инициативе я ее добил на бордюрочке встали оба я проехал я эту мадам немножко так сказать заступорил и сказал если бы вы так поступили раньше мы б с вами разъехали за 2-3 минуты а вы пока тупили пока серили там пока мне свои гребаные часики показывали я блять потерял уже нахуй 15 минут спасибо вам спасибо большое женщина выходите за меня замуж я так о вас мечтал прям блять всю жизнь искал вас она охерела ну в общем как-то оно было вот так это ассальность определенной своей степени и эта ассальность она повторюсь действительно формировалась с годами потому что извините меня если не трейдинг будет формировать ассальность то ассальность будет формировать другие факторы жизни вот вы обратите внимание вот например есть какая-нибудь бабка да там есть 70 лет вы думаете ей важно общественное мнение да ни хрена подобного я вам даже больше господа скажу большинство бабулек по факту если говорить они делают вид что мыслят массами не на самом деле господа им насрать им наплевать на многое они прожили свою жизнь они покайфовали да кто-то отрицательно покайфовал кто-то положительно покайфовал и они понимают что это общественное мнение им просто фиолетово это правильно это правильно только одних в такой ассальности вырабатывает какие-то внутренние факторы там рабочие вопросы да а другие просто жизнь ставлять так немножко перестраиваться в этом тоже нет ничего плохого с другой стороны вот переходя уже на тему публичности я понял одно я понял одно сколько сколько в рынке трейдеров сколько в рынке банков сколько в рынке участников рынка ну то есть трейдеров да вот столько и мнений один вам говорит что доллар будет по 120 Другой говорит, что греет крах экономики российской. Третий говорит, что доллар будет по 600. Четвертый говорит, что доллар будет по 30, по 40. Третий говорит, что доллар вообще не существует. Пятый говорит, что какой доллар? Вообще-то, я имею в виду юаня. Какой доллар? Вы не втираете какую-то дичь. Но есть нормальные части рынка, которые с точки зрения макроэкономики по только этому вопросу резонны. Но в чем проблема? Нормальных участников рынка очень мало. Вот, например, я нормальный участник рынка. Ту информацию, которую я вам публикую, я вам ее публикую в текстовом анализе, в YouTube-канале, с точки зрения, опять же, макроэкономики, содержания. Вот, например, мы покупали с вами бакс осенью, делая ставку на девальвацию рубля. С точки зрения макроэкономики мы оказались правы. Но я оказался прав, идея была моя. Ну и, соответственно, на этом заработали. Но, к сожалению, сущность рынка такова, что большинство, большинство, они не понимают, о чем говорят. И вот те трейдеры, новички, которые приходят в рынок, они потом становятся любителями, они потом становятся либо прибыльными трейдерами, либо убыточными, а на роли не играет. Они их слушают. Но, знаете, я вот почему записываю ролики по основам биржевого торговли, например, да? Чтобы вам врубить критическое мышление. И я прекрасно вижу, например, по нашим отзывам, которые подписчики шлют. Вон, например, даже молодые подписчики есть. Вот, чувак от подрастающего поколения. Спасибо. Там подписку уже себя купил на платный телеграм-канал и прочее в этом духе, да? Другие тоже есть лестные отзывы. Они публикуют также свои портфели, как они там за месяц деньги зарабатывают. Вот, чувак заработал уже 10% капиталу, 85 тысяч рублей. Ну и прочее в этом духе. То есть я иду к тому, что наши лекции по основам биржевой торговли, да? Они помогают подписчикам, читателям и нашим клиентам, соответственно, как-то развиваться в этом вопросе. В вопросе рынка, трейдинга, экономики. Конечно, я не всем, господа, могу ответить, да? Признаюсь честно, мне даже отвечать чаще впадлу. Ну, потому что вас много, но я один, правда. По рыночным вопросам я более компетентный человек в среде нашей коллегии, да? Групп каналов биржевих, вот нашей редакции. Вот эти идеи, которые я озвучиваю, публикую, это моя инициатива рыночная. Вот. Поэтому не обессудьте, как говорится, но иногда я отвечать не могу. Не потому что я такой зазвездившийся, а потому что трудно. Реально трудно. Как говорится, будешь отвечать всем, забьешь на рынок. Забьешь на рынок, контент подохнет. Контент подохнет, нахуя я отвечал на вопросы? Все. Закономерность. Так что, господа, все по возможности, все, как говорится, по существу. Не все сразу, не все быстро. Но, вот небольшое примечание. Вот те отзывы, которые вы пишете, да? Вот даже в рамках текущего столь непростого времени, честно вам скажу, они меня поддерживают. Поэтому отдельно вам благодарность за вот эти приятные отзывы, которые вы направляете мне в личное сообщение, там, в бота нашего обратной связи, которую потом мы сюда уже перепубликовываем. Там очень много приятных моментов вы пишете. И меня это, на самом деле, мотивирует дальше этим заниматься. Очень мотивирует. Поэтому спасибо вам большое за такую вот эмоциональную поддержку. Повторюсь, столь непростое время. И поэтому, возвращаясь к теме публичности, надо резать свое мышление, господа. Потому что, если вы будете дальше мыслить там мыслями каких-то инвест-блогеров и прочих в этом духе персонажей, вы далеко не уедете. Поэтому смотрите наши основы биржевой торговли на YouTube-канале. 175 лекций. Лекции обновляются. Новый материал тоже поступает. У нас запасит там еще 63 лекции. Да, три темы. 63 темы. Все это мы будем также публиковать. То есть, все постепенненько, все почуя, все понемножку. И будут у вас постепенно формировать свое мнение, мышление. Будете потом качественно принимать торговые сделки и прочее в этом духе. Это очень хорошо. Потому что, понимаете, есть те люди, которые неосознанно какие-либо вещи озвучивают по рынку, да? А есть те, кто осознанно. Вот, например, сейчас осознанно многие говорят, что доллар будет по 150. Не из-за тупости. А им просто выгодно такие вещи говорят. Пока толпа покупает валюту, они об нее разгружаются. А я больше, доллар мы еще по 70 увидим. Вот в чем речь. Вот в чем речь. Есть те, кто это говорит о тупости, а есть те, кто из-за того, что им просто выгнают говорить. Это надо учитывать. С другой стороны, господа, деньги. Деньги – это такая, знаете, честно, болезненная тема, я считаю. В какой-то степени. Почему? Ну, вот, наверное, в первую очередь из-за того, что заработок в трейдинге, он максимально нестабильный. Ну, допустим, от чего зависит мое настроение в рынке, да? Ну, вообще в деятельности. От качества сделок. От количества сделок. Если, например, торговый день удался у меня, да? Там хорошо закрываем его. Как говорится, профит в кармане. Я радуюсь. Я наслаждаюсь этим. То есть я понимаю, что вот я красавчик. И вот я молодец. Вот я... Опа! Хороший парень. Но когда день через жопу, когда либо в убыток закрываешь день, либо в безубыток, ты понимаешь, что... Сука! А нахера я сегодня вообще утром встал? Ради чего? Ради того, чтобы нервы себе попортить? Или что? И знаешь, почему безубыток? А потому что нет волатильности на рынке. Запомните, господин, простую вещь. Володильность на рынке – это друг трейдера. Когда есть волатильность, у вас дохереща возможность заработать. Дохереща. Вот, например, в рамках даже нашей реверсной торговли, которую я и публично озвучивал, и в рамках нашего платного телеграм-канала. И сам я ее торгую. Там некоторые другие наши стратегии, которые я озвучил преимущественно в платном телеграм-канале у нас. Тоже можете изучить при желании. И от волатильности много что окупается. Например, волатильности последние дня три на рынке в России не было. Поэтому пришлось пересесть на товарно-сырьевой рынок. Ну вот. Ну а теперь посмотрим, как себя отработать сделка по проводному газу, которую я, между прочим, через выходные перенес. В общем, как говорится, поглядим. И вы знаете, что проблема еще? У широких масс ведь упорно становятся впечатления о трейдинге как о способе мокодобычи денег. Признаюсь честно, когда я в рынок пришел, я работал тогда в банках. Банк в отрасли. И у вас со мной работал парень, который на трейдинге сделал довольно крупную сумму. Его звали Леха. Я как-то про него говорил вам уже, уже публичен года там три-четыре назад. Ну вот еще раз напомню. И знаете, вот мне с Лехой было интересно общаться. Потому что, во-первых, у меня есть такой контакт выстрелился. Нормальный, да, Леха? С одной стороны. С другой стороны, у нас были общие интересы экономика. Вот. А Леха, он занимался трейдингом уже лет пять. Ну где-то там, не знаю, с года 2008 или 2007, что-то с того времени заниматься начало темы. Я когда-нибудь спрашиваю, мол, типа, Леха, а вот сколько ты честно получаешь? Ну, конечно, он мне цифру не назвал. Ну и не надо. А процент назвал. В годовом эквиваленте 25-30%. Опа. Тогда меня это подкупило. На самом деле. И помните, что я оморачиваю, я вам еще расскажу. Мне стало азартно, любопытно. Если вот у него получается такой денежный поток сформировать с рынка, а чем я-то хуже? Я что, говно, что ли? Нет, я не говно. Я нормальный. Твердый. Четкий. Чем я-то хуже? Правильно? Правильно. Ну и пошло-поехало. Поехало-пошло. И теперь этим трейдингом занимаюсь он уже много лет. На самом деле контакт этого парня, блядь, я уже потерял давно. Печальный, конечно. Я бы, знаете, я бы встретился с ним лично. Лично. Я бы пожал ему руку. А я бы сказал, Леха, вот ты красавчик. Вот ты молодец. Вот я равнялся на тебя. Равнялся. Почему? Потому что я хотел тебя обойти. Я тебя обошел. Обошел. Но ты, сука, мотиватор был. Как когда еще в школе я учился, там у нас парень один был интересный. Он очень тоже так неплохо шарил в экономике. И тогда он меня тоже подкупил. Я смотрел, как на конкурента. Я так вот думаю, о, бля, татарин ты наш, уважаемый. Как ты много знаешь. А чем я хуже? А я ничем. Я лучше. Я вообще-то филантроп, мизантроп и охрененный чувак. И очень умный. И все пошло-поехало. Через год я его в экономических знаниях начал обходить. Еще в школе. Там уже и Карл Маркс пошел. Капитал, да? И история с коммунистической партией. Как меня потом вышибли оттуда, не успев попасть. И приколы с татуировками. В общем, все было, конечно, эпично. И вы знаете, я так просто думал. Вот думал. Даже вот сегодня в машине ехал, думал. Вот занимаюсь уже всего-то столько лет. неужели они вот по жизни попадались такие люди, которые просто меня мотивировали. Потому что они, сука, умнее меня были в определенный период времени. Пока я не начал заниматься уже своим внутренним восприятием. Не начал черпать те знания, которые меня привели к тому, к чему привели сейчас. Наверное, да. Потому что, знаете, это был вызов для меня. Очень вызывающий вызов. Такая, знаете, такая такой драйвер, который дал мне вподдых. И потом я как колобок покатился. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Но сам от себя и не ушел. Внутренняя буря меня разбобуинила. Это очень интересно. Поэтому, господа, если у вас есть такой же внутренний порыв, да, если вы бабуин, если вы доминант по своей натуре или доминантка, роль не играет, как геннер, хотя сейчас бабы тоже, они, извините, доминантки такие еще стали. С ними в спор вступишь, все. Некоторые вообще с говном съедят и соевым соусом помажут. А если кто никак говном съедят, если кто просто заглодают без соевого соуса, вот, такое тоже бывает. Ну, в общем, геннер не важен, я к тому клоню. Если у вас внутренний бабуин есть, этот бабуин нужно кормить. Кормить чем? Амбициями. То есть, вы должны искать жизнь таких людей, которые просто-напросто вас будут мотивировать. Вот мы такие и есть. Даже сейчас есть, поверьте, которых я на этом общем поприще пытаюсь обходить. И сука уже одного обошли. Обошли, трахнули. Не взначай, не в прямом смысле, сразу подчеркиваю. В этом плане он бианормальный, гетеросексуал, адекватный, твердый, четкий. Просто обошли. И знаете, тоже я смотрю, например, на других блогеров, которые были раньше, инвестблогеры, трейдеры. Я просмотрю и думаю, о как, а где вы теперь? Многие даже ушли просто-напросто. А в чем проблема? Почему ушли? Не потому, что они плохие трейдеры, а потому, что бабуина нету. Понимаешь? Нету бабуина. Вот во мне сидит бабуин. Понимаешь? Это как обезьяна с гранатой, блядь. Ему бомбу дашь, нахуй, он все в жопу сует, блядь, и рванет. Вот такая бабуина у меня сидит. Понимаешь? Она мотивирует меня этим заниматься, блядь. Капитально мотивирует. Это большой плюс, на самом деле, потому что ты драйвер, понимаешь? Драйвер движения по жизни. Я живу этим уже много лет. Еще со школы, когда я только впаривал эти сраные сникерсы, там по 2 рубля они раньше продавались вовсе. Берешь, бля, по 2 нахуй, продаешь по 8. И говоришь, ну а это, а дефицит, дефицит, а всем было наплевать. Ну ладно, жрать-то хочется. Карандаши продавал, ручки продавал, бля, ластики продавал, шипучки продавал. В 2-3 раза дороже. В общем, барыга я тот еще. Барыга я тот еще. Всю жизнь как-то в одну меня сторону клонил и клонил. Почему? Потому что бабуин сидит, понимаешь? И мне было приятно от этого. Да, это может звучать как-то цинично, может как-то звучит, понимаете, как-то мразотно. Я понимаю, кажется, своя реакция есть. Ну а то я откровение Михалычу в этом видео я вам говорю, как меня потом трендинг подначивал, вот всем этим дальше заниматься. И вот спустя эти годы, да, вот смотря уже на тот пройденный этап жизни, я понимаю, что все то, что было тогда в школе, в работе, ну, в институте даже и в других местах, там, где по таким рабочим корпоративным вопросам, это был опыт. Даже сейчас я получаю тоже опыт. И этот опыт, он накапливается, понимаете? И к чему-то все равно к финальному приведет к дальнейшему. Вот, например, в данной ситуации, да, я в рамках публичной деятельности последние, ну, публичные, сколько, 6 лет, 17-го года, вам даю знания бесплатно без смс, да, основы биржевой торговли, там, видеолекции, макроэкономические сводки, что там у нас еще я даю, торговые идеи, ну и прочее в этом духе. И да, вы их торгуете, вы читаете, вы употребляете контент этот, и вы понимаете его потом. Я же паузом тоже повторюсь и вижу, что многие из вас, да, есть идиоты, которые вообще, бенни-меку коряку, а потом говорят, что Михайлович говнюк. Такие тоже есть. Ну, это реальность. Но, большинство тех, господа, большинство тех, кто 2 плюс 2 сложит, корень из дискриминанта вычленит, логарифмическое уравнение решит. Это важно. У нас таких очень много в сообществе, и вы красавчики, вы молодцы, я подчеркиваю. То есть, я взращиваю вас, как перчиков своих, перчики, как яички, хорошие, четкие яички, перепеленные яички. Потом я вас обсаливаю, и вы как, и вы, ну, потом посетите, твердый, четкий, сладкий вкус. Вот. Со своим мышлением, своим критическим подходом к тому или иному вопросу. Вот. Это важно. Я же вижу прекрасно, что молодые ребята-то вон, у нас тоже есть в сообществе, их очень много, поверь, очень много. Девчонки молодые, парни молодые. Он, как в недавнем случае, был парень, учился в МГУ, экономичка в факультете. Он просто раздолбал преподавателя. Просто раздолбал. Монетарная политика раздолбал. Денежекредитная политика раздолбал. Раздолбал. Инфляционными ожиданиями раздолбал. Почему раздолбал? А потому что с того биржевого торговли все пересмотрел, там по четырех круга эти видеоролики. Он говорит, а две тетради списал. Михалыч, спасибо тебе большое, меня, конечно, отчислен, но я его раздолбал. Дорогой ты мой, не переживай, отчисли другие вузы есть, насрать на этом МГУ, наплевать. Но сам факт, понимаешь, дружище, сам факт, что ты раздолбал этого непрофессионала, показывает то, что ты трейдер, а ты трейдер, понимаешь, ты трейдер. То есть ты по факту, дорогой мой, ты по факту, показал, кто круче, кто умнее. Ты зарабатываешь на рынке, а ты чему не зарабатывает, понимаешь? То есть ты зарабатываешь, значит ты прав, запомни. Господа, запомните, кто на рынке зарабатывает, тот прав. А кто преподаватель, да, эти вузы российские, вузы СНГ, Евразийские союзы, да, херня все это, Они не зарабатывают на рынке, они около рыночники, самые настоящие. Я вот почему, например, склоняюсь к такой более четкой, более чуткой системе образования. Если вы преподаватель по экономике, а покажите свою доходность по брокерскому счету, покажите ее. Вот если вы торгуете на рынке, да, я буду, сука, слушать вас, если вы хотя бы зарабатываете 10% годовых, хотя бы 10, я не говорю там про 20, по 30, хотя бы 10, и то не на облигациях, не типа вложил там, купончики получил или инвестировал, нет, а трейдингом, макроэкономикой, ожиданием рынка. Вот если вы зарабатываете так, я буду слушать вас. И почему я так говорю? Потому что в свое время, когда я учился, у меня было два преподавателя, которые были такими. Одна из них, она работала в свое время после развала Совка в европейских банках. И знаете, мне было кайфово с ней общаться. Реально мне нравилось с ней говорить. Очень, я любил. Я каждую лекцию посещал. А потом цветы купил и подарил. Почему? Потому что хотел, это была моя ответственность, подарить эти цветы. Потому что я очень ценил этого преподавателя. Она ей показывала свои счета торговые, да. Я видел, что она умная женщина. И я понимал, что вот я, я, я на вас равняюсь, Людмила Ивановна. Я равняюсь на вас. Я вас уважаю. И это было лестно слышать. А мне было приятно получать эти знания. И признаюсь честно, господа, вот те знания, которые я от нее получил в то время, да, в то время, я им пользуюсь сейчас. Но, к сожалению, не большинство таких преподавателей. Большинство из них это раздолбая. Распиздяй. Самое настоящее распиздяй. К моему большому великому суждению. В чем заключается величие России? В умах. В мозгах. Извините меня. Преподаватели мозги высасывают. Как пылесос. Понимаете? Как ты или смузи. В баре пьешь, ты сосешь. И они также высасывают эмоции. Высасывают знания. Почему? Потому что там бабка какая-нибудь 80-летняя сидит, которая еще при плановой экономике училась, которая в компарте состояла раньше. И говорит даже, вот наше-то время экономика была второй в мире. Ну и плевать, что на оборонку-то все шло. А то мы великие были. Мадам. Давайте так. Вот у меня есть мобильничек. 21 века. Я сейчас 0-3 вызову. Неотложку вызову. И в Кашенко поедем. Первым рейсом. Как вам такая идея? Ну, надо подумать. Главное, чтобы условия, как в СССР, были. Не вопрос, госпожа. Все будет, как в Советском Союзе. Хорошо так и быть. Сделаем настолько обшарпанный кабинетик у вас там. Просто настолько дырявый. Вот просто максимально убогий. Не вопрос. Но будет. Как хотите. Все. Поехали в Кашенко. Все. Вопрос решен. Поэтому, господа, внутренний бабуин. Есть бабуин. Соответственно, есть драйвер для развития. Поэтому многие подобные факторы, которые я озвучил сейчас, надо учитывать в целом. С другой стороны, опять же, продолжаю вопрос денег. Вот пришли вы на рынок, да? Соответственно, у вас какое первое желание? Какие комфортные условия. Я нахожусь в квартире. Сегодня 9 часов утра. Эти раздолбаи идут на работу. Чёртовы холопы. Надо заработать денег. Надо бабки заработать. Да и плевать, что я на рынке пару дней. Надо бабки заработать. Дай-ка я побаху всю котлету. В акции Газпрома по 400 рублей. А, плевать там, что перегреть, не перегреть. А, похуй, он будет всё равно по 1000. А, ещё возьму кредитное плечо. О, какой я умный. Да, через пару дней маржин колл. Вообще гениально просто. Господи, какой же я охрененный юморист. Ну, ладно. В чём прикол? Прикол в том, что не надо быть таким тупым хомяком. То есть, вы, когда приходите на рынок, в чём ваша первоочерёдная цель? В том, что вы ни хрена не должны бежать с деньгами. Вот, например, даже вчера мне был созвон с одним нашим подписчиком. Я ему что порекомендовал? Вот ты в рынке находишься недолго. Но запомни, друще, одну простую вещь. Вот ты сейчас выделяешь 10 тысяч рублей на трейдинг. Ты смотришь по новому раунду основу биржевой торговли. Есть вопросы по экономике, мне пишешь. Я тебе по возможности отвечу. По возможности. Сразу подчёркиваю, по возможности. Потому что я тоже хочу отдыхать. А работы тоже много. Но, 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 что важно. Эти 10 тысяч рублей, если ты хотя бы увеличишь до 12 тысяч рублей, либо до 13, плюс 20, плюс 30 процентов к этой уставной цифре, тогда можешь сумму увеличивать. Это будет показать того, что ты из 10 косарей припускал к ним 2 тысячи. Не пополнив брокерский счёт. Нет, не пополнив брокерский счёт. А заработав на рынке, тогда ты имеешь полное право сумму дальше, сумму дальше, так сказать, расширять, увеличивать. Всё. Это нормально. То есть я говорю к тому, если вы в рынке только-только, сразу подчёркиваю, начинайте с малых денег. Не надо в бухих это сделать, многие хомяки, даже с нашего сообщества. Там Газпром покупали по 4, 130 миллионов рублей, ещё брали плечи, другое там дяденька купил на 6 миллионов рублей, голубые фишки там на перегретости рынка. Таких случаев много было за столько лет, сколько я торгую публично. Даже такое было много раз, пока я торговал не публично. Вот. Но я просто вам ещё что раз могу сказать, господа. Рекомендую, что... Вот ещё раз. У нас есть бесплатная обучающая видеолекция на YouTube-канале. Графа плейлисты. Основы биржевой торговли. Смотрите эти видео. Не пренебрегайте ими. Исписывайте свои тетрадки. Развивайтесь. То есть для вас стараемся, в первую очередь. Нам как бы эти лекции, они вообще, мне, например, не всрались. Да? Потому что я знаю рынок. Я, наверное, работаю в рынке уже много лет. Но вам это надо. Я вижу спрос. Я создаю предложение. Качественное предложение в рынке. Вот. Даю вам эти знания. Пользуйтесь. Тем более бесплатно. Но если вы их не цените, такие видеолекции, тогда из них меня горбатого могила исправит. Всё. Я умываю руки. Так что не будьте потреблядьями. Будьте нормальными. И причём, когда у вас будет со временем получаться, вот зарабатывать на рынке, запомните, вы для самого себя станете авторитетом. Это первое. Второе. Ваш бабулинчик будет поднимать вашу внутреннюю авторитетность, вашу внутреннюю уверенность. И вы для самого себя станете руководителем, работодателем, личным холопом. Но вы сами себе отданы, понимаете? И при такой ситуации в чём плюс трейдинг? В том, что вы не зациклены на одном месте. Там, условно говоря, живёшь где-нибудь на баррикадной, да, а катаешь работу на цветной бульвар. Или живёшь где-нибудь в Бутово, а катаешь работать, блядь, на охотный ряд. Ну, в офис, да, в центре Москвы, условно говоря. Или живёшь там где-нибудь на Парнасе, а катаешь на Лиговский проспект. Чё это такое? Чё это за клоунадо? Нет. Нет, господа, так не надо. Вы со временем будете независимы. От того, есть ли у вас, у вашего внутреннего, да, вот, ментального работодателя деньги и настроение для того, чтобы выплатить вам лично зарплату. А кроме того, вы не обязаны выполнять глупые какие-то распоряжения своего руководителя, если вот сравнивать работу по найму, да, и вашу личную работу в качестве трейдера. С уровнем интеллекта и категоричества мышления, опять же, достойными типичного представителя поколения манагеров. Как называл их один известный сатирик, дедушка Бородач его называю. Так что, когда вы будете получать опыт, у вас будут формироваться личная картина рынка, и, соответственно, вы станете независимым. Но опять же повторюсь, к такой независимости, да, торгового, вы придёте не раньше, чем через 4 года. Вот я пришёл к этому только через 3 года. Я начал зарабатывать с рынка, с трейдинга через 3 года. То есть, да, когда я пришёл, я изначально купил среднесрочный поезд, потому что там был кризис российский, да. Да, поездки выросли у меня в то время, потом я их через пару лет продавал. Но торговать, торговать я начал только активно, ну, точнее, начал торговать активно ещё в то время, но с прибылью только через 3 года. То есть, я к этому шёл 3 года. И пришёл. Вот о чём речь. Почему? Потому что я понял, что технический анализ – очень важная вещь. Алгоритмический анализ – очень важная вещь. Биржевые механизмы – мега важная вещь. Макроэкономика – это мать всей материи. Понимаешь, понимаете, находятся чудики, да, которые мне по сей день пытаются доказать обратно, что теханализ не работает. Господи, киши вы идиоты, я в шоке просто. Вы же скажете мне, что макроэкономика не работает, что макроэкономика – это ложь для лохов. Это то, что когда-то нам придумал и преподнёс Сергея Пантелеевича Мавроди с его инвестбазой МММ. О, да, конечно, конечно, ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, ты прав, дурачок-то мой. Вот так только баранчики верят в подобные вещи, что, мол, ничего не работает. Поверьте мне, господа, работает вообще всё. Так что можете в этом плане быть уверены. С другой стороны, господа, психология, знаете, всё-таки, если откровенно говорить, я повторюсь, я человек, конечно, такой эмоциональный. Я, да, это факт, я эмоциональный. Даже во время торгов я, бывает, эмоционизируюсь. Сущность проявляется. Бабуин просыпается. Например, закрываю какую-то одну сделку, такой, знаете, хороший плюс, всё. У меня у рыбашек больше не остаётся, я ворву их на себе. Или недозарабатываю, рву на себе. Или убыток, рву на себе. Но в чём суть? Эмоции искренние. Понимаете, я много лет пытался её подавить в себе. Эту эмоцию. Даже когда вот сейчас публичным бывает торгую в рамках нашего платного канала, там, бывает, некоторые подписчики бомбят, мол, типа Михайлович, Шпаконин, типа заебал орать. Ну, извините меня, как я заебал орать? Заебал орать не входить тогда. Не подписывайте за такую ситуацию, заебал орать. Чё, я вам попы буду, что ли, целовать, чё, вдобавок? Типа, му-му-му-му-му-му. Как там у тебя? Му-му-му. Му-му-му-му. Нет, спасибо. Я не жопалис, в конце концов. В чём плюс этой эмоциональной составляющей в трейдинге? В том, что вы натуральны перед собой. Понимаете? То есть, если вы обосрались, вы обосрётесь искренне. Понимаете? Если вы заработаете, вы заработаете искренне. Вот в чём речь. То есть, не надо притуплять эмоции. Потому что, притупляя эмоции, вы притупляете своё собственное чувство. Вот, не знаю, например. Вот, например, вы парень, да? Условно говоря, такие банальные примеры. Вы трейдер, да? Там, 20 лет в рынке. Вы своё чувство притупили. Ну, блядь, у вас встречается по жизни девушка, да? Нормальная, качественная девушка. Которая может построить какие-то взаимоотношения. Это вплоть до создания семьи, например, да? Вы уже думаете не чувством. Вы уже думаете головой. Но в чём прикол? В том, что голова головой. А чувства тоже должны быть. Если вы притупляете каждую свою чуйку, поверьте мне, блядь, в одном. Просто поверьте мне. Потом боком выйдет вам это. Поверьте мне. Потом вам это выйдет боком. Не притупляйте свои чувства. И даже то же самое, если вы женщина. Не притупляйте чувства. Вы тем более все эмоциональные женщины. Не притупляйте чувства. Вы люди, вы живые. Вы нормальные, здравомыслящие животные. Эмоциональные животные. В этом нет ничего плохого. Нужно быть таким, что рынки его есть в своём натуральном обличии, натуральном виде. А не идти там под один стандарт, под одну шаблонку, гребёнку и слушать этих лодов или лохов о том, что надо в трейдинге быть эмоционально устойчивым. Что, мол, будешь много бомбить, много будешь терять. Ну, вот я бомблю много. Что, я теряю много, что ли? 25-30% годовых. Каждый год почти. Да что-то не теряю, если честно. Не знаю. Поэтому я говорю, что эмоции тоже важная вещь. Конечно, да, они должны быть в, скажем так, в ограниченном каком-то выражении, то есть не абсолютно там прям вот, прям вы там какой-то сделке обосрались, вы сразу стену ломаете. Нет. Не так. Но дозированная эмоция, дозированная эмоция. И это будет нормально. И ничего не будет у вас притупляться. Как говорится, не выстраивайте пирамиду ограничений. И всё у вас будет отлично. Я вам просто проил жизненный пример. Всё. Поэтому трейдинг. Трейдинг. Помимо финансовой свободы, это уверенность в собственных силах. И чувство удовлетворения проделанной работы. Вот это очень важно. Потому что многие, кто имеет собственные бизнесы, многие, кто работают по найму, они не удовлетворены жизнью своей, понимаете? Именно работой. Если ты не рад работать на этом месте, то, конечно, ты будешь неудовлетворен уже всем. Ну, например, там есть у тебя семья, там, не знаю, муж, дети или жена, одеть роль, не играть какого-то генера, кто вот сейчас меня слушает. Недовольная работа, ты просто домой что будешь делать? Ты будешь беситься, блядь. Потому что ты не можешь выбиться на подчинённых, там, на коллег. Ты просто домой будешь срать, там, в уши мужу, в уши жене, по ушам детей будешь кататься, как на горке, как по тюбингу, да? Всё. А я что делал, когда работал в банках? Да я с ними срался. С коллегами. Я что, ебанутый, что домой эти проблемы приносить? Нет. Срался с коллегами. Меня многие ненавидели тогда. Особенно, когда я одно время в женском коллективе, меня поставили в один банк работать на одном из отделений в западе Москвы. Там вообще измененная яма была. Вообще там коллапс был. Реально, там тоже парень был один, нетрадиционной ориентации. Это тоже ужас. Но, как-то пережил. Как-то даже поднялся там. Благодаря чему? Благодаря своему внутреннему бабуину. Всё. Мои внутренние обезьяни. Обезьянь к доминанту. Которые трахают всё, что движется. Это нормально. Поэтому имейте при себе обезьяну внутри себя, которая трахает всё, что движется. Потому что драйвер, это флагман. Это своего рода как гребаный маячок в этом сраном море, в котором ни хрена ничего не видно. Вон, на побережье Крыма сейчас встаньте, поздно вечером, да? Вы Чёрное море за 500 метров уже не увидите. Всё, там тьма. Там только русалки до альбинос плавают. Ну и парочку там ещё аборигенов случайно заплышу со Средиземного моря в Чёрное море. Ну и может быть амфибия. Всё. Всё. Твёрдо, чётко, всё. В общем, резюмирую. Всё, что я сказал в этом видео, часовом видео, я вам советую воспринимать всерьёз. Да, тут было очень много юмора, я признаю. Я пытался это видео разбавить юморком, такой сатирой и прочим в этом духе. Но это видео очень серьёзное, подчёркиваю. Надеюсь, вы досмотрели до конца. И если вы досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях, спасибо Михаилович, досмотрел до конца. И я пойму, что вы досмотрели реально до конца. Те, кто смотрели до конца, вы лучшие вообще из лучших. Вы наши прям суперфанаты. И я от этого вас уважаю за вашу искренность. Поэтому, господа, дерзайте. Всё у вас получится. Я в это верю. Всё у вас будет отлично, офигенно, обалденно. Вот. Как говорится, я с вами остаюсь, вы со мной остаётесь. С вами вместе мы через стерни к звёздам ещё проберёмся. Хоть прямыми, хоть окольными путями, хоть там, не знаю, через пинкалоны, но проберёмся. Всё будет ок, всё будет отлично, всё будет на мази. Поэтому я желаю вам, во-первых, хороших выходных. Сейчас сам тоже поеду гулять. Надо гулять. Обязательно. Пойду марафонить. Надо пройти сегодня километров 25-30 пешечком. Вот. Потом в бассейн сходить. Как говорится, здоровье, господа, для трейдера важнее всего. И ментальное, и физическое. Поэтому, вот те, кто занимается трейдингом, да, сидит у монитором каждый день почти по 6-7 часов, занимайтесь спортом. Хотя бы плаванием. И прогулки. Очень важно. Очень важно, господа. Помимо расслабления, это еще поддержка вашего и иммунитета, и мышечного тонуса. Шея не будет болеть, спина не будет болеть. И все у вас будет шикарно. Проверено на себе. В общем, на этом все. Всех благодарю за внимание. Удачи входных. И до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова